здравствуйте дорогие мои подписчики и гости канала меня зовут ева и здесь я рассказываю о новостях туризма иногда своих путешествиях напоминаю все источники информации у меня всегда находятся под видео переходите если хотите подробнее их изучить российско-украинский конфликт обернется миллиардными потерями для мирового туризма 2022 году из-за сокращения количества туристических поездок из россии и украины международный туризм потеряет 7 миллиардов долларов об этом говорится в аналитическом исследовании компания евромоушен интернешнл которая проанализировала состояние сектора путешествий накануне старта сезона 2022 шереметьево в мае закроет межтерминальное метро как изменится путь в аэропорт аэропорт шереметьево ранее объявивший о планах по сокращению оперативной деятельности анонсировал сегодня закрытие подземного межтерминального сообщения с первого мая добраться до работающей терминальной зоны можно будет только по автомобильной дороге туроператор annex tour завершил вывоз туристов из-за рубежа он сообщил о вывозе своих туристов из доминканы вьетнама мексики египта и других стран всего за минувший месяц компания вернула в россию двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре туриста за рубежом остаются только 100 человек ожидающих регулярных рейсов сколько стоят авиабилеты на юг россии из москвы и регионов ситуация в российской авиаотрасли вызванная санкциями сказывается не только на стоимости перелетов за рубеж но и повышает ценник на полеты внутри россии и так сколько же сейчас просят авиакомпании за билеты на рейсы из москвы и регионов на юг россии с вылетом в начале апреля пробежимся по ценам тариф будет с багажом на человека в обе стороны москва сочи двадцать одна тысяча сто рублей самый бюджетный билет на победу москва минводы восемнадцать семьсот грозный тоже из москвы двенадцать девятьсот с сэван магас пятнадцать двести на победе владикавказ это все билеты из москвы владикавказ двадцать с половиной победой ставрополь самая низкая цена у победы пятнадцать шестьсот и махачкала четырнадцать девятьсот норд винт сколько же стоит билеты например из екатеринбурга на юг россии и так из екатеринбурга в сочи двадцать девять с половиной минводы двадцать четыре с половиной уральскими авиалиниями грозный 27 900 с пересадкой в москве здесь прямых рейсов нет магас прямых тоже нет с пересадкой в москве 33 800 владикавказ 15 900 red wings ставрополь тоже с пересадкой в москве 37 200 и махачкала 14 800 red wings например рейсы из санкт-петербурга на юг россии с 1 по 7 апреля в сочи 26 400 минводы 21 500 грозный 25 половиной магаз 21 700 владикавказ 17 100 ставрополь 15 30 махачкала 13 100 вот скажите мне почему из москвы и санкт-петербурга всегда билеты в два раза дешевле чем из регионов и да я понимаю это дальше гораздо дальше лететь но все равно но в регионах то народ победнее у нас нет таких зарплат казань сочи из казани сейчас рейсы быстренько пробежимся сочи 21 800 минводы 25 600 я давайте копейки буду убирать буду только тысячи говорить 500 600 рублей не суть важно грозный с пересадкой в москве 29000 магаз 30 владикавказ 33 ставрополь 28 махачкала 16 так ставрополь и владикавказ кстати тоже только с пересадкой в москве махачкала 16 200 прямым к дальше из самары на юг россии например быстренько сочи 31 минводы 19 грозный с пересадкой 25 магаз 24 тоже с пересадкой владикавказ также с пересадкой 28 25 махачкала 25 далее из уфы в сочи 43 минводы 16 грозный 25 с пересадкой магаз 24 с пересадкой владикавказ 31 далее ставрополь 34 махачкала махачкала что-то вообще дешево с пересадкой в москве туда 7000 обратно семь с половиной зачем-то они разбили отдельно в районе 15000 получается вот такие вот цены я думаю это полезная для вас информация так что кто собирается кто хочет билеты вот сейчас такие цены франция снова выдает туристические визы но есть нюансы с 1 апреля франция возобновила выдачу туристических виз россиянам однако поехать во францию с туристическими целями все желающие граждане рф пока не смогут даже с пересадкой рассказываем почему поскольку франция относит россии к списку стран с высоким эпидемиологическими рисками по ковиду господи до сих пор от ковид он уже вот уже все уже забыть забыли про него то въезд разрешен только тем кто привит сертифицированный вакциной евросоюза туризм не входят в список веских причин дающих право на въезд во францию таким образом не привитым или привитым российским вакцины туристам получить туристическую визу во францию можно но поехать например в париж или ницу на отдых официально по-прежнему нельзя и прямых рейсов во францию сейчас не добираться до барижа придется со стыковками в стамбуле дубай катаре белграде билет во второй половине апреля обойдется от 44 тысяч рублей в одну сторону на одного человека я просто в шоке все уже поснимали эти все ограничения все уже про ковид этот забыли все уже маски уже давно все по выбрасывали а тут франция до сих пор мне кажется что то они прикрываются просто не хотят ссориться наверно что ли с россией туроператоры полетят в турцию этим летом на турецких самолетах турецкие средства массовой информации пишут о том что по крайней мере двум российским туроператором могут выделить по 400 тысяч кресел на сезон каждому на рейсах turkish airlines в анталью третий крупный игрок также в деле идут переговоры что известно на настоящий момент и каковы цены на летнюю турцию например у coral travel на турецких turkish airlines в анталью с 30 апреля этого года стоимость недели отдыха в отеле три звезды все включено начинается от 125 тысяч на двоих с учетом всех доплат для сравнения стоимость такого тура на этих же рисов но вне блочной перевозки стартует от 156 тысяч на двоих у пегас туристик тоже есть турпакеты в анталью с конца апреля на рейсах turkish airlines блочными местами цены на туры в отель три звезды все включено начинается от 125 с половиной тысяч рублей на двоих с учетом всех доплат закрытие небо над югом россии продлили до 7 апреля до 7 апреля 2022 года три часа 45 минут по московскому времени продлен режим временного ограничения полета в российские аэропорты анапа белгород брянск воронеж геленджик краснодар курск-липецк ростов-на-дону симферополь и элиста и вот каждую неделю сейчас наверное так и будут продлять туда 1 апреля было сейчас до 7 потом до 14 и так далее итак это были новости на сегодня сразу хочу вас пригласить на свой дачно-кулинарный канал если кому интересно ссылочка под видео мы там рассказываем все что делаем на даче и готовим дома в частности не мы готовим а муж мой готовит и так если хотите дальше получать от меня информацию то вам необходимо на меня подписаться и нажать на колокольчик всем вам добра и счастья мирного неба над головой всем до свидания